Доброго времени суток всем любителям ионизирующих излучений! В данном видео я хотел бы произвести состязание дозиметров-радиометров, которые наиболее распространены и выпускались на территории Украины. Итак, в данном битве или в данном состязании примет участие три наиболее распространенных модели. Это с права налево ТЕРА МКС-05, Припять РКС-2003 и СТОРА ТУ. Что же объединяет эти приборы? Помимо того, что эти приборы были разработаны и выпускались на территории Украины в разные времена, эти приборы в качестве чувствительного элемента используют счетчик СБМ-20, газоразрядный счетчик Гейгера-Мюллера типа СБМ-20. Причем интересный факт. Все три прибора используют разное количество счетчиков. Так, в ТЕРА МКС-05 счетчик всего лишь один. Вот он, трубочка СБМ-20. В Припяти РКС-2003 счетчиков уже два. Вот два СБМ-20. И в СТОРА ТУ таких счетчиков аж целых четыре. Сейчас я это продемонстрирую. Вот под крышкой. В СТОРе 4 СБМ-20. Помимо того, что данные дозиметры разнятся количеством счетчиков, каждый прибор был выпущен в разное время. Поэтому можно оценивать не только количество счетчиков, но и алгоритм, по которому работают приборы. Наиболее старым является Припять РКС-2003. Потом по временной шкале идет СТОРА ТУ. И вершина является ТЕРА МКС-05. Как мы видим, она наиболее маленькая, наиболее легкая и позднее всего выпущена. Итак, в чем состоит эксперимент? Мы возьмем точечный источник, ионизирующий излучение на основе Кобальта-60. Это стандартный контрольный источник, который используется для калибровки приборов. К3А. Он на основе Кобальта-60 с периодом полураспада 5,3 года. Поэтому данный источник, в силу того, что источник достаточно уже взрослый или давний, как сказать, две последние цифры, это год выпуска источника 88, как мы видим, этот источник практически уже распался. Тем не менее, как экспериментальное пособие, он нам пригодится. И будем засекать время с помощью секундомера, за какое данный прибор выйдет в показания, которые будут не изменяться. То есть, мы смотрим фоновые показания всех приборов, потом убираем остальные приборы, оставляем только испытуемый экземпляр, например, Теру, Припять и Стору. И засекаем время, за которое прибор с фонового значения измерит полностью активность контрольного источника. Итак, проводим все три испытания и сравниваем эти времена. Как мы видим, фоновые значения у приборов не значительно отличаются друг между другом. Ну, например, сейчас Тера показывает 6-7 микроэнген в час, Припять показывает 6 микроэнген в час, и Стору ТУ показывает 12 микроэнген в час. Данная разбежность показаний не является каким-то большим значением, потому что разбежность показаний на таком низком фоне в пределах погрешности или суммы погрешности данных приборов. Итак, приступим к испытаниям. Откладываем Стору, откладываем Припять. Да, по поводу еще хотел сделать такое замечание. Поскольку в Тере и в Сторе все настройки автоматически и пользователь их изменить не может, то эти дозиметры в дополнительной настройке не нуждаются. В Припяти я сделал следующие настройки. Значит, единица измерения, X точечка, это миллирентгены в час. Время я выбрал максимальное 200 секунд для того, чтобы разброс показаний был не таким динамичным, как при 20 секундах. При 20 секундах у нас будет разброс показаний достаточно большой. И предел выставил на 20. Но это несущественно. Самое главное здесь, что время установлено на 200 секунд для того, чтобы, как вы знаете, в Припяти в 20 секундах достаточно дает большую динамику разброса показаний. Для того, чтобы этой динамики не было, мы убираем время на 200 секунд. Вот, пожалуйста, Стора. Она показывает уже 9 микрорентген в час. Припять 6. И Тера 6. То есть, в принципе, практически эквивалентные, либо равные между собой. Но не то, что равные, а незначительно отличающиеся между собой значения. Итак, приступим к испытанию. Значит, откладываем Припять, откладываем Стору, оставляем Теру, берем наш источник, ложим наш источник. И, как мы видим, нанесен геометрический центр счетчиков плюс. И этим плюсом, предварительно подготовив секундомер, мы ложим дозиметр плюсиком на этот источник, на серединку источника. Стараемся попасть. Вот. И запустили. Время. Как видим, Тера сработала достаточно оперативно, но пока показания дозиметра мигают, следуя инструкции, нужно, необходимо дождаться, показаний, которые будут стабильны. То есть, пока цифра на экране мигает, дозиметр набирает статистику для того, чтобы усредить значение радиационного фона вот в точке измерения. Подождем. Ну, в принципе, как мы видим, показания уже не мигают. Останавливаем наш секундомер. Показания порядка 90 микроэнген в час. 88. Уже показания на дозиметре не мигают, поэтому Теру можно записать время измерения данного источника в 1 минуту и 2 секунды. Тера, минута и 2 секунды. Так, убираем Теру, чтобы она нам не мешала. Следующая у нас принимает участие в состязании Припять-РКС-2003. Так, сбрасываем время. Вот плюсик. Это геометрический центр счетчиков. Стараемся попасть на плюсик. И устанавливаем дозиметр. Запускаем секундомер. Как мы видим, у Припяти, несмотря на то, что у нее два счетчика, показания не столь оперативны, как у предыдущего прибора, у Теры. Тем не менее, давайте все-таки дождемся времени, за которое дозиметр, точнее, Припять – это радиометр, измерить активность данного источника. Повторяю, Тера у нас вышла и измерила активность данного источника в 90 микрорентген в час. И время, за которое Тера измерила активность данного источника, было 1 минута и 2 секунды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Показания дозиметра теперь не увеличиваются. 88,90, 88,90. То есть, можно констатировать факт, что Припять, наверное, все-таки это данный источник измерила. Останавливаем измерение. 88,90. У Припяти время измерения 3 минуты 52 секунды. 88,90, 88,90, 88,90. То есть, дозиметр больше не меряет. Попрошу обратить внимание показания, как Припяти, так и Теры совпали. А нет, вот Припять показывает 94, но сейчас оно будет 94,92, 94,92. Вот, то есть, если мы еще дальше будем ждать, то я думаю, что времена Припяти вообще выйдут за пределы временного интервала данного ролика 92,94. Пускай у Припяти будет время около 4 минут. 3,52. Потому что, я так понимаю, что с Припятью можно достаточно долго ждать. Сделаем поблажку старичку. И так, обнуляем показания. Сброс. И берем стору, которая показывает фоновое значение в 9 микроэнген в час. Здесь тоже есть плюс. Это геометрический центр счетчиков. И стараемся установить плюсом на центр источника и запускаем. Как видим, у нас стора практически как и Тера мгновенно среагировал на источник. Теперь интересно время, за которое стора измерит данный источник. Надеюсь, что я установил дозиметр все-таки ровно по центру. Ну, или максимально близко, как я старался это сделать. Как видим, показания стора ТУ практически стабилизировались. То есть, цифра не мигает. Стора ТУ у нас показывает 72-75 микрорентген-час. Время, за которое оно на это показание вышли 34 секунды. Показания СТУРы несколько отличаются от показаний Припяти и показаний Теры вследствие того, скорее всего, что я не установил ровно по центру данный источник. Но, тем не менее, как мы видим, показания близки к тем же, что я измерила Припять и Тера МКС-05. Убираем источник. И сделаем кратенькое резюме. Сейчас у нас дозиметр успокоится. Берем нашу Припять и берем Теру. Итак, вне зависимости от количества счетчиков, тот факт, что в дозиметрах с одинаковой логикой гораздо более быстрым будет дозиметр с увеличенным количеством счетчиков. Это прекрасно. И это вполне понятно. Но если взять сравнить дозиметр со старой логикой работы и дозиметр с новой логикой работы, то даже несмотря на то, что в Припяти РКС-2003 два счетчика, он все-таки по временам проигрывает как Истори, так и Тере с одним счетчиком. Потому что логика обсчета данных поступаемых счетчика иногда бывает даже стоит на уровне количества счетчиков. Что хочу сказать. Даже несмотря на то, что в Припяти два счетчика, он все-таки проиграл. Ну, это и вполне понятно. Дозиметр, который сконструирован более 30 лет назад, ему достаточно тяжело конкурировать, даже несмотря на то, что у него два счетчика с более современными моделями, даже у которой всего лишь на все один счетчик. Благодарю за просмотр. Всех вам благ и удачи. Будьте осторожны.